Научно-образовательная акция «Всё серьёзно» для студентов Елабужского института и учащихся университетской школы. Это замечательное начинание, которое поможет во многом дать оценку качеству и тех программ, которые существуют в Большом университете. Когда отменится масочный режим в России и почему он неэффективен? Масочный режим, конечно, он очень сильно надоел. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камила Хайрулина. В КСК КФУ Уникс состоялась встреча руководства КФУ со старостами групп. В собрании приняли участие старосты академических групп всех институтов и юридического факультета в количестве 150 человек. В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы участия старост в университете в Первом республиканском старостате вузов Республики Татарстан, который пройдет 15 сентября в Большом зале КСК КФУ Уникс. Также были затронуты актуальные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, жилищно-бытовые, внеучебная деятельность и другие. Ведущие ученые и руководители институтов Казанского федерального университета встретились с елабужскими студентами и школьниками. В рамках проекта все серьезно. Инициатором проекта стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Смотрим. Новый учебный год в Казанском университете преподнес студентам Елабужского института и обучающимся университетской школы приятный сюрприз. Впервые состоялась научно-образовательная акция «Все серьезно». Директора институтов КФУ прочитали научно-популярные лекции студентам и школьникам. Несмотря на то, что практически каждый из руководителей является действующим ученым, проведение таких занятий для большинства событий нечастое. Ведущие ученые, директора институтов приехали с тем, чтобы рассказать студентам Елабужского института и школьникам Елабужской университетской школы о тех направлениях научной деятельности, которые сегодня, во-первых, востребованы в мире, востребованы в российском обществе и, конечно, сегодня развиваются в нашем университете и во всех его филиалах, в том числе в Елабужском институте. Каждый спикер представил свою научную область. Руководители институтов ознакомили слушателей с современными тенденциями и новыми горизонтами, открывающимися в той или иной отрасли знаний. Информационные и квантовые технологии, развитие искусственного интеллекта, пространственное искусство и дизайн экономика и юриспруденция. Лекции охватывали практически все научные направления. При этом один из важнейших акцентов был сделан на педагогическое образование. Мы, коллеги, занимаемся единым полем. Оно связано с подготовкой учителей. И я напомню, что Елабужский институт КФУ является самым крупным центром подготовки учителей в Казанском федеральном университете. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем, коммуницируем в разработке цифровых образовательных ресурсов, программ. На мой взгляд, изучение вот таких реализованных кейсов очень мотивирует ребят, делает их более смелыми и раскрывает их внутренний творческий потенциал. Поэтому, на мой взгляд, проект очень полезен. И вот такие вот встречи, они очень ценны как и для нас, педагогов, которые получают обратную связь от ребят, так и от наших студентов и школьников. Отметим, проект все серьезно реализуется в рамках Годы науки и технологий и ставит своей целью более близкое знакомство студенчества и учащихся университетской школы со структурой Казанского федерального университета, с учеными, работающими здесь, и их научными достижениями. Энджимина Небаева, Универньюз. В Казанском Кремле состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с представителями сборной Татарстана, занявшей первое место в общем медальном зачете в девятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2021». В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ученый Казанского федерального университета Евгений Попов открыл новый род вид в семействе слоновых химер. Результаты исследований опубликованы на научной платформе SpringerLink. Все подробности далее. Химерообразные рыбы довольно загадочные морские существа, поскольку известно о них очень мало. Большинство из них глубоководные, поэтому изучать их образ жизни довольно тяжело. В древние времена они были более многочисленны и разнообразны, поэтому их останки обнаруживают по всему миру, в том числе и в России. Так, в течение многих лет московский палеонтолог-любитель Кирилл Шаповалов собирал коллекцию останков древних химер, которые впоследствии изучил сотрудник Казанского федерального университета Евгений Попов. Ну, а от ископаемых химер остаются незначительные остатки, впрочем, как и от древних акул, но в отличие от акул, у которых в челюстях очень много зубов, они постоянно сменяются. И, соответственно, в геологической летописи мы можем найти, обычно находим большое количество зубов акул. У химер, в отличие от их родственников, всего лишь шесть зубных пластин, объединенные в три пары. Они растут длительно, и поэтому каждая находка зубной пластины означает, что здесь погибла сама рыба, то есть они не сбрасываются, как зубы акул. Всего было найдено восемь зубных пластин. Они были изучены, сравнены с ранее найденными останками, а также с современными химерами. В итоге был открыт новый род и вид, получивший название «Москворыл крепкозубый». Эта группа была распространена около 150 миллионов лет назад, когда Россию покрывали моря. Таким образом мы расширяем наше представление о биоразнообразии древних морей Центральной России на конец юрского периода. То есть это еще один таксон, как говорят ученые, который здесь существовал. К слову, Евгений Попов является единственным экспертом в России по этой группе рыб и одним из немногих специалистов в мире по ископаемым химерам. Диана Желенкова, Универньюз. Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетил академик Российской академии наук, доктор биологических наук Вадим Говорун. В сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова он осмотрел лабораторию Института экологии и природопользования, где его ознакомили с последними разработками в области промышленных биотехнологий, агробиотехнологий, призванных обеспечить развитие аграрного комплекса Республики Тадарстан в области социальной экологии. Также российскому ученому рассказали о запуске карбонового полигона на базе Казанского университета и создании карбоновых ферм. Далее гостю продемонстрировали лабораторный корпус Инженерного института КФУ, его последние разработки в области биомедицинских технологий и робототехники. Масочный режим в России отменится лишь тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время бессмысленно его продолжать, если люди неправильно носят маски. В самом ли деле они надежны, расскажет эксперт Казанского федерального университета. Я меняю каждый день. Масочный режим начался в мире более полутора лет назад. Однако в большинстве случаев он оказывается неэффективным, поскольку люди неправильно носят маски. Прежде всего необходимо понимать механизм защиты. Например, стандартная медицинская маска не защищает вас от коронавируса. Она нужна для того, чтобы ее носил больной человек. И если он болен, то она задерживает существенную часть аэрозоля, который этот больной человек выдыхает, выделяет при разговорах, допустим. И таким образом количество вирусных частиц, которые больной человек выделяет, оно значительно снижается. Для тех, кто хочет обезопасить себя, существуют респираторы с клапанами, которые фильтруют вдыхаемый воздух. Но у них есть существенный минус. Респираторы не фильтруют выдыхаемый воздух. Поэтому, если вы больны, то значительно повышаются шансы заразить окружающих. Однако, как обычную маску, так и респираторы необходимо регулярно менять. Иначе они рискуют стать дополнительным источником бактерий. Если, как сейчас мы ее видим постоянно, ходят они все черные, измахлившиеся на подбородке, такая маска фактически является атрибутом, неким пропуском, который можно продемонстрировать, чтобы куда-то попасть. Но именно свои роли, как какого-то средства защиты от распространения вирусов или чего угодно, такая маска, естественно, не несет. Таким образом маски нужно не только правильно носить, но и хранить. Носить в кармане или на подбородке их нельзя. А при надевании и снятии необходимо держаться за лямки. Кроме того, носить их рекомендуется не только в помещениях, но и в особых случаях на открытом воздухе. Мы все видим, как, допустим, на каких-то массовых предприятиях, на концертах люди стоят там вплотную дружку, как селедки в банке. Конечно же, когда мы находимся в состоянии такой толпы, даже на открытом воздухе, вероятность заражения значительно повышается. Если это какой-то нормальный режим, мы ходим и в ближайшем пространстве от нас, чем нескольких метров, у людей нет, то, конечно, маска тогда не нужна. Тем не менее, соблюдение масочного режима не гарантирует полной безопасности. Лучшим инструментом в борьбе с вирусом является вакцинация. Диана Шлинкова, Фарид Захитаглы, Универньюс. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!